Праздник, объединяющий единомышленников. В этом году фестиваль Братина собрал две сотни телевизионщиков со всего Подмосковья, различных регионов нашей страны и за рубежа. Сюда приезжают, чтобы продемонстрировать профессиональный потенциал канала. Братство коллегиальное, вот такое сообщество профессиональных телевизионщиков, которые живут одной целью, друг другу помогать, друг друга уважать, поддерживать, любить. Ну все, что нам завещано Господом Богом. 21-я Братина проходила в подмосковном Дмитрове. Организаторы постарались создать для участников максимально удобные условия. Все четыре фестивальных дня были очень насыщены. Братинцы ходили на мастер-классы, общались с именитыми журналистами, посещали экскурсии по Дмитрову, а в соседнем городе Яхрома провели самый престижный конкурс фестиваля «Репортаж с колес», в котором телеканал «Видное ТВ» взял второе место. Неплохой результат, учитывая, что съемочной группе пришлось искать тему на месте и делать сюжет за ограниченное количество времени, каких-то несколько часов, чтобы покорить зрителей своим репортажем. В этом году Братина сильно помолодела. Много начинающих журналистов приняло участие в этой номинации. Мне очень понравилось, что много молодых журналистов принимает участие в Братине. И вот этот молодежный задор, меня как корреспондента средних лет, во-первых, подстегивает, во-вторых, заряжает, а в-третьих, приятно, что спрашивают, подходят, я могу подойти и спросить. Здесь Братина, здесь нет возрастных каких-то еще ограничений. Все братья, все сестры. Близнецы Александр и Сергей Понькины еще очень юны, но уже работают на телеканале города Королева. Один корреспондентом, другой оператором. В профессию они попали не случайно. Их мама тоже телевизионщик. Конечно, большой опыт для работы в будущем. Мы учимся на своих ошибках, которые мы понимаем, учитывая другие сюжеты предыдущие года. И с каждым годом, как нам говорят, у нас все проходит лучше и лучше. Конкурс «Вы в эфире» проходил за несколько часов до завершения фестиваля. 14 участников, каждый профессионал своего дела. Телеканал «Видное ТВ» представлял корреспондент и ведущий Максим Козлов. Три ответственных этапа. Преодолев волнение, надо продемонстрировать грамотную речь, умение держаться в кадре, творческий и актерский потенциал. Итог наш коллега доказал. Именно он в этом году лучший ведущий. У нас есть замечательная команда на телеканале. И, соответственно, этой командой мы сделали все возможное для того, чтобы победил я. Но моя роль в этом – это процентов, наверное, 30-40 максимум. Все остальное – это работа команды. Но это для телеканала была не последняя победа. Позднее, на торжественном закрытии фестиваля, Максим Козлов вышел на сцену, чтобы получить награду за первое место в номинации «Чистая Подмосковья». Телеканал «Видное ТВ». Молодцы. Спасибо вам. Не остались мы в стороне и в номинации «Рекламный ролик», получив второе место за тизер проекта «Отряд особого назначения». Это братина для коллектива телеканала «Видное ТВ» стала урожайной. Два первых и два вторых места. Мало кому за один фестиваль удается взять сразу две чаши. Кстати, в этом году они были сделаны из бронзы. Красивые, но тяжелые. Словно символизируют. Как непрост труд журналистов. Но какой дивный результат получается от этой работы. Большое спасибо всему коллективу за то, что он долгие годы держит эту профессиональную планку. Мастерство не падает. Я думаю, какие перспективы. Перспектива у нас одна. Работать, работать. И еще раз Юля работать. Порадовались мы за коллег из «Орла». Уже несколько лет подряд коллектив телекомпании «Истоки РЕН-ТВ» выигрывает в номинации телерепортаж. Честно говоря, сбились со счета, сколько именно мы занимали первых мест в номинации телерепортаж. И, естественно, для нас это еще один стимул, чтобы в следующем году опять тот же снаряд попал в ту же воронку. «Братина» 2017 завершена. Весь следующий год коллективы телеканалов будут работать и ждать следующего фестиваля, чтобы в очередной раз продемонстрировать свои силы и попытаться заслужить звание лучших в своем деле. Юлия Погосян, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видно-ТВ.